Здравствуйте, туристы и милитаристы. Иван Родионов, Нижний Новгород, 34 года. Тут у нас после строгания фиксидом прям нашествие бобров. Как говорится, так вот газовые трубы переводят под сортир. Так, решил попробовать себя в номинации номер 7 строгания бруса фолдер. Собственно, стало интересно, как после фиксида фолдером построгать. У меня с собой на кармане Sanremo 908. Очень интересный, и хотя и обозреваемый, но все-таки немного обойденный вниманием ножичек, на мой взгляд. Интересный, хиндлерер-подобный резак. Все те же самые противопорезанные перчатки, сам ножик, заводская заточка немножечко подправил на керамическом мусате. Вроде стал подбревать, давайте пробовать резать брус. Использую часы все так же. Так, давайте часы обнулим. Надеюсь, будет слышно сигнал. Ну и попробуем перестругать ножиком брус 50 на 50. Ну-с, очень интересно. Поехали. Так, мне нужно где-нибудь рядом расположить мой старенький брусочек. Ваня, давай. Где-нибудь тут расположу, буду на него смотреть. Ну-с, поехали. Так, часы на нуле. Раз, два, три. Погнали. Да, чувствуется, что тяжелее идет. Ну-то вам не сканди. Вот так вот. В Obну. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Остаток двухметрового бруса для этой зарубы стоил 279 рублей Чувствуется, что в тонкой перчатке забилась рука немного Совершенно иные впечатления, чем от строгания фиксидом Все-таки полноразмерная рукоять Полноразмерная рукоять дает о себе знать Полная заполняющая руку Да, и важный момент Рукоять довольно тонкая Поэтому вот эти вот насечки, которые есть, чувствуются И хотя для спринта вот короткого вот этого забега Наверное, неплохо использовать тонкую перчатку Чтобы лучше фиксироваться вот эта резиновая Все-таки насечка в определенный момент начинает давить Кое-какие интересные выводы уже сделаны по результатам этой зарубы Так, еще немножечко разомнемся Еще раз минута 30 результат Сейчас попробуем еще разочек Попробуем еще разочек Так Фух Был прям момент, где чуть-чуть было не хватило по руке Вот при глубоком хвате, при хвате прям рядом с резом Нужно быть осторожным Поэтому не забываем про осторожность при резании и вообще тяжелой работе ножом Ладно, будем считать, что я размялся и отдохнул Попробуем еще раз Обнулили время 1.30 Время по нулям Фух Сейчас не получится прижимать брус к себе Он уже достаточно короткий Будем надеяться, не знаю, на что будем надеяться На что-нибудь понадеемся Ладно Поехали Раз, два, три Погнали 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 Давай, 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 давай Давай, давай, давай Есть Фух Так, смотрим, чтобы было видно, 43 секунды, 73 сотых, ну, получше, получше. Какие советы, наверное, дать? Выбирайте место, чтобы было свободное пространство для реза, чтобы было куда строгать, чуть ближе подвинуться по бруску, чуть дальше. Вот, обязательно осторожно с руками, не порежьтесь в пылу, битвы это не так уж тяжело допустить. Вот, ну и держите ножи острыми. Всем привет!